Всем привет, мои дорогие! С вами Аня Кононова, и сегодня мы с вами обсудим некоторые моменты, которые вы мне задавали в ЛС. Так получилось, что я вчера написала пост, ну, сегодня под утро, скорее всего, написала пост, что задавайте вопросы по бизнесу. Очень много задали вопросов по продукту, это, конечно, прикольно. Как живя без кисы, проведу прямой эфир. Смотрите, что творит. Да, это я хочу новинки снимать. Тестировала масочки для лица. Так вот, давайте с вами перейдем к делу. Я знаю, что некоторые меня ждут очень-очень. Назадавали много вопросов в личку, вопросы очень интересные. Я их сейчас вот смотрю, читаю. Конечно, да, на все вопросы я не отвечу. Скорее всего, давайте с вами будем встречаться каждый день день вечера. Кому это будет поздно, то вы можете посмотреть в записи на ютубе или еще где-нибудь. Ну, куда же без тебя, моя дорогая? Куда же без тебя? Вот везде со мной. Везде со мной, мое чудо. Пушистое. Да, пока все собираются. Шабаршит. Кстати, помады цвет у меня не такой. Искажает немножко фильтры. Я нашла фильтр Фаберлик, и он искажает цвет помады. Прям такая красная стала. Ну что ж, первый вопрос был такой интересный. Дима, не буду говорить фамилию, раз вопрос задан в Директ, значит, он хочет остаться инкогнито. Значит, Дмитрий застрял на 6%. Точно не знаю, сколько каталогов подряд, но 6% – это такой уровень, который можно миновать за полкаталога. Да, со мной согласны. Вот, за 2-3 каталога сейчас при нашей системе роста можно реально быстро выйти на уровень 3000 баллов, то есть стать директором. А кто такой, как его установить, такой фильтр? А вот посмотрите, где я веду прямой эфир надо мной, да. Есть Фаберлик официал. Нажимаете на эту надпись, фильтр, и оставляете себе. Оставляете себе, сохраняете, и он у вас всегда будет под рукой. Этот фильтр Фаберлик. Он действительно классный, еще лицо выравнивает, даже краситься не надо было. Вот, Зоечка, привет. Да, то есть, смотрите, застрял на 6%, таргет не работает. Ну, во-первых, одним таргетингом, простите, сыт не будешь. Таргетинг – это, ну, можно сказать, в большей степени покупатели, которые приходят на рекламу по продукту, да. То есть, мы с вами создаем воронки, мы с вами это все умеем, учим бесплатно, да, свою команду, вы это все знаете. Все это, кто в нашей, на нашем проекте Фаберлик онлайн, все это бесплатно, все это доступно. Кто не на нашем проекте, я сразу говорю, прошу меня простить. Да, в историях он есть. И самое интересное, что когда мы запускаем таргет, его нужно уметь запускать под каждый каталог, настраиваться, да. То есть, если в прошлом каталоге была акция 1000 рублей, и мы с вами, грубо говоря, наелись, да, наелись, чего пищим, иди давай прямой эфир со мной вести, какая кися характерная, да. И мы с вами рекламировали наборы, да, там, огромные наборы за 600 рублей, там, за 900 рублей, да, то есть, реально огромные наборы. То есть, сейчас, как бы, люди этим наелись, потому что в соцсетях действительно было очень много рекламы на эту тему, очень много картинок на эту тему, и 1000 рублей на данный момент больше не дарится. Дарится подарок у нас с вами, получается, за первые 24 часа набор косметики для дома в мини-версиях. Про кожу, давайте вы мне зададите вопрос в директ, я в сторисах отвечу. Давайте мы с вами сейчас будем делать именно бизнес, да. Да, и получается, что мы с вами наелись, да, наша аудитория наелась этим всем, и нужно что-то новое, что-то другое, и понятно, что наборы, они так работать не будут. И очень многие люди, да, которые видят рекламу, пишут, о, в прошлом каталоге, там, этот набор был за 600, за 700, за 800 рублей, а почему вы сейчас его предлагаете, там, допустим, за 2, за полторы тысячи, да. И это нормальный вопрос, потому что кто-то доспевает позже, и получается такая ситуация, что люди не, как даже сказать, люди не понимают, почему вдруг прибавилось, там, тысяча, а то и полторы рублей к оплате. И это нормальная реакция, и понятно, что эти наборы в этом каталоге, они бы и не зашли. Это, во-первых, во-вторых, их все выбрали на складу, да, то есть наличия продукта мало, и вбивать в корзину людям то, чего нет, нереально, невозможно. И, конечно, все столкнулись с такой ситуацией, что, что делать, да, что делать. Во-первых, что нужно делать, если вы застряли, да, после запуска рекламы, это отработать людей второй шаг стартовой программы, да, то есть каждому расписать и объяснить, что такое второй шаг стартовой программы, что такое программа Фаберлик Клуб. Это еще можно сделать, потому что, так, до конца каталога у нас с вами осталось, так, сегодня 20-е, но оно уже не считается, 21-е, 22-е, 23-е, то есть 3 дня до окончания каталога еще можно проработать людей, потому что, сделав свой первый заказ, во втором заказе они получают, получается, двойные подарки, да, все вы это знаете, акцию новичка и по программе Фаберлик Клуб. И когда они получают, забирают эти подарки, плюсом ко всему они еще и выполняют второй шаг стартовой программы, если вы это все донесете. Плюсом у них есть возможность увеличить свою скидку до 26%, если они будут делать 50 баллов, им объяснить, сколько весит балл и как он весит и так далее. То, что человек у нас получает полгода стартовой программы и потом такие, после полугода стартовой программы человек еще и, ну, я сейчас вам рассказываю, как с покупателями именно сотрудничать, да, то есть, получается, если человек еще у нас с вами, потом пожизненно он получает подарки по программе Фаберлик Клуб, да, то есть, к примеру, сделал он заказ на 2000 рублей, да, это примерно 15-20 баллов, давайте возьмем минимально, да, то есть это 3 подарка на следующий каталог, то есть, к примеру, он может получить подарок к своему основному заказу 3 маски для лица. Это все нужно рассказывать, это все нужно объяснять, за вас компания Фаберлик работать не будет, она вам только платит деньги, то есть, каким образом работать с покупателями, да, люди, которые не сделали заказ в прошлом каталоге, зарегистрировались, но не сделали по каким-то причинам заказ, расскажите про отрыв в своей структуре. Ну, отрывами я не страдаю, про отрывы, я думаю, лучше задать вопрос в директ, я потом законспектирую и выйду в другой прямой эфир. Сейчас мы говорим о мальчике, который застрял на 6%, да, о Дмитрии, о мужчине. Некоторые на 1000 рублей. Ну, понимаете, сейчас на данный момент ситуация состоит в том, что, да, 1000 рублей, подарок, когда шла, это действительно круто, это действительно классно, и не все хотят заказывать второй раз, это так и есть, но и без 1000 рублей было точно так же. Честное слово, было точно так же. Вообще, мы занимаемся таргетингом, контекстной рекламой и так далее, мы занимаемся уже более года, и более года мы видим, как срабатывает 1000, как срабатывает акция новичка, как срабатывает подарок в первый заказ, как все это дело срабатывает, и, конечно, я вам говорю, что если вы хотите, чтобы ваша реклама вышла в плюс, то в дальнейшем нужно с людьми работать. То есть, как вообще, ну вот давайте поверхностно возьмем, чтобы вы понимали вот это вот, да, как сказать, сложенную меграмиту, да, сложенное вот это вот все, чтобы у вас все это уложилось в голове. Сначала вы вкладываете деньги в рекламу, первый каталог, второй каталог, третий каталог, и на четвертый каталог у вас должен пойти уже денежный плюс с этой рекламы, да. В итоге вы будете зарабатывать, допустим, да, через год там 200 тысяч рублей, а в рекламу вы будете вкладывать там 5-10 тысяч рублей, к которым вы привыкли, да. То есть, у нас с вами, получается, бизнес начинается с минуса и в итоге перерастает потихоньку на плюс. Но чтобы он перерос на плюс и чтобы ваши деньги не сгорели просто так на разовые, единоразовые заказы, ваша задача донести до человека, как он хочет, как ему понятно, звонком, текстом, голосовыми словами, картинками, обязательно в валюте страны этого человека, да, ну хотя бы снять скриншот с сайта Фаберлик, да. К примеру, если человек, вы проживаете там в России, человек пришел к вам с Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и так далее, снимать скриншоты с сайта и писать в их валюте, чтобы им было удобно, да. То есть, и таким образом объяснять про стартовую программу и по программу Фаберлик Клуб. То, что эти подарки, когда человек регистрируется, они не единоразовые. Компания Фаберлик для нас сделала обязательно акции на повторную активность, и человек идет, можно сказать, полгода по подаркам, да, полгода по подаркам. И отдельные какие-то случаи, они не являются, ну, не являются чем-то таким, знаете, действенным, да, чем-то таким значимым. Почему? Потому что реклама – это конвейер. Это конвейер. Женщина сделала все условия, но потом, когда пришел заказ, она мне говорит, а где моя тушь? А что нужно еще на тысячу делать заказ? Поскандалила. Это неправильно донесенная акция Алина, неправильно донесенные условия акции. То есть, если человек хочет и тушь, и тысячу рублей, и все вместе, ну, извините меня, в минус компании себе работать, во-первых, не будет, и, во-вторых, лидер должен правильно объяснять, да, и в итоге сделала заказ, забрала свою тушь. Ну, это хорошо, да, но что у нас с вами получается? Получается то, что вы можете даже сесть просто, да, перед камерой и записать трехминутный, там, двухминутный ролик и рассказать по-честному все правила. Самое главное – это честность, да. А когда, если у нас с вами на первый заказ идет скидка, скидка 26%, да, ой, 20%, простите, на второй заказ у нас уже с вами идет вложение подарка, да, и на третий заказ у нас с вами уже идет вложение уже двух видов подарков, да, это по программе Фаберли Клуб и по стартовой программе, да, получаются шаги. Так вот, вы так и рассказывайте, вы так и рассказывайте, и чтобы у вас не было проблем потом, да, то есть за каждый заказ, каталог, подарок. Так, что выходит? Выходит то, что вот сравните себя с любым другим интернет-магазином. А вот я, допустим, в Глобусе делаю доставку продуктов на дом. Никаких скидок, никаких подарков мне ни разу не вложили. Хотя я заказываю от 10 тысяч всегда, каждые три недели, да, то есть нам приходят выплаты, и я начинаю заказывать, да, там гречу, рис, рожки, муку, сахар, ну, вот это вот все, да, оптом, то, что не портится, чтобы там масло растительное, яйца там по три десятка, да, то есть, ну, вот вам обычный жизненный пример. Я все это заказала, у меня весь пол продуктом завален, да, там и консервация, и корм для кошки, и наполнитель для туалета для кошки. В общем, все, от и до. Я делаю огромный заказ. Иногда он бывает 10, 20, 25 тысяч, иногда бывает 30 тысяч, если я что-то такое вот где-то увижу, да, там, бывает, что захожу в раздел фрукты и прям кучей заказываю. Ничего ни разу мне в подарок не пришло. Вот. И, конечно, интернет-магазинов вообще, да, если вы таргетингом занимаетесь, то интернет-магазинов, которые реально дарят много подарков, их очень мало. Их очень мало, и нужно, конечно же, понимать, да, понимать сейчас головой, что человек пришел в сетевую компанию, и он хочет получить какой-либо из подарков, да, которые ему предлагаются. То есть вы, он зарегистрировался, ему все это упало в корзинку, да, и после того, как он сделал заказ, у него списалась первая тысяча. Тушь потом. То есть когда вы после регистрации связываетесь с человеком, и все ему объясняете, что он за каждый заказ будет получать, получается, подарок. Ох, кошка! Сейчас, секундочку, она меня сбивает с толку. Давай, иди. Иди. Чудо мое пушистое. Вот. Просто не нужно, понимаете, сбивать с толку людей, которые вам действительно пришли, действительно вам доверились. Сейчас, во-первых, рекламе плохо верят. Сейчас реклама вообще как бы доступна почему-то даже и пирамидчикам, и кому попало. И получается, что наша, да, легальная официальная компания иногда приравнивается даже вот к пирамиде. Но есть люди, которые верят, которые доверяют, да, честному слову, Фаберлик. И получается все очень даже хорошо. Поэтому реклама, в первую очередь, это конвейер, который начинается с минусом, переходит на плюс, если вы будете, как вам сказать, предельно честны со своими будущими покупателями. Вы будете предельно честны. Всем привет, мои дорогие! Если же мы с вами не будем честны со своими покупателями, то у нас с вами получится абсолютно другая дилемма, абсолютно все по-другому, и люди уже будут ругаться. И так как мы с вами несем все-таки ответственность за репутацию компании Фаберлик, все-таки нужно говорить всегда правду. Извините меня, но правда, это есть правда. Если человек ругается, значит, что-то вы до него донесли не так. Где-то вы упустили какой-то момент, и в следующий раз, чтобы как можно меньше людей ругалось, да, вот отвечая на вопрос, девушка задала вопрос, все-таки старайтесь связываться с людьми, доносить им и все такое прочее. Компания Фаберлик платит вам за товарооборот. Почему мы невнимательно относимся к своим покупателям, которые создают этот товарооборот, нужно еще задавать вопросы, да, таким лидерам, которые жалуются, что на них ругаются. Да, есть неадекватные люди, это конвейер, и иногда попадаются вообще из ряда вон, да, вещи, но это не говорит о том, что мы с вами не должны работать с нормальным, адекватным, всем привет, с нормальным, адекватным количеством человек в нашей структуре, в нашей команде. Еще один такой момент, да, не все его понимают, все думают, что вот я сейчас наберу покупашек в свою команду, они мне будут покупать, я там буду миллионы зарабатывать. Ребят, тут немножечко все по-другому, не так, как вы думаете. Да, можно набрать покупателей, можно зарабатывать хорошие деньги, но покупатели, да, но покупатели, я кучу раз у вас заказывала всегда, все супер, спасибо большое. Но покупатели – это такой контингент, который не понимает, как пользоваться сайтом, где забрать подарки, где какая, ну, грубо говоря, халява, простите за сленг, да, то есть им нужно каждому донести, как вы относитесь к своим покупателям, так и покупатели будут относиться не к вам, а уже к компании Фаберлик. Мы, компания Фаберлик, и мы должны постоянно доносить и говорить только чистую правду. Если мы с вами будем юлить ради заказа, любой нормальный человек, он это почувствует, и он поймет, что что-то тут не так, что-то тут не то. То есть наша задача – обзавестись постоянными покупателями в компании Фаберлик с помощью правды. Если вас не устраивает, да, допустим, вы покупаете где-то стиральную машину, она большая, тяжелая, и вас не устраивают условия доставки, вы обращаетесь к другому человеку, который может быть дешевле, или у него там кузов чище, да, по каким-то параметрам вы выбираете, да, доставку. Или это вам доставит сам интернет-магазин, и в следующий раз вы скажете, вот в этом магазине доставки не было, там самовывоз, да, к примеру, а вот в этом магазине все хорошо, мне удобно. То же самое должны делать и вы для своей структуры, для своей команды. Роза. Ой, девочки, Роза, Роза, Роза. Сейчас я скажу, всех приглашаю на тренинг Розы Гайнудиновой. Неважно, на проекте Фаберлик онлайн вы или нет. Всех приглашаю на тренинг. Значит, так, это у меня, сейчас скажу, тренинг скоро уже будет. Так, Роза к нам приезжает в апреле. Я организатор данного тренинга. Так, потеряла Розу. Потеряла Розу, но я ее точно найду, по-моему, 25 или 24 апреля. Я скоро сделаю баннер и буду баннер. За кожей лица я ухаживаю. Ну, во-первых, скажу правду, это фильтр. Во-вторых, вот вчера вы видели же в сторисах, я делаю себе укольчики, инъекции и постоянно тестирую нашу косметику Фаберлик. Она за патентин. В общем, там есть патенты. Наш кислородный, но вафтем О2, который доставляет кислород в глубокие слои кожи и питает кожу очень хорошо. Ну, и, конечно, массажи обязательно. Мне 40 лет, понятно, что пора за собой следить. Билеты покупаются у меня. К Розе Гайнудиновой билеты покупаются у меня. Тема будет, как постоянно быть в ресурсе энергии, как работать, зарабатывать, чтобы у вас не было моральных каких-то падений, качелей и так далее. То есть, ну, как бы очень хороший тренинг. Билетики все будете покупать у меня. Так, далее, значит, застрял на 6%. Значит, по рекламе, я думаю, ответила. Если не идет прошлая акция новичка, да, когда была 1000 рублей в подарок, когда были эти наборы, люди наелись этими наборами. Вот. В экстренной директора. Хорошо, я скину. Хорошо, скину. Я поняла. Это, по-моему, ватсап, да, у нас идет экстренный директорский чат, ВВР, да, я правильно понимаю. Да, 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 скину обязательно. Хорошо, Ольга. Вот. И получается, сейчас на данный момент у нас очень хорошо зашла акция новичка. 17-20 регистраций в день приходит. В день приходит. И понятно, что 1000 не списывается, но ароматы в подарок дарятся крутые на данный момент. И люди охотно регистрируются. И, понимаете, вот даже в условиях каталога, да, вот на обратной страничке каталога снять скриншот с сайта и просто им рассказать. Надо зарегистрироваться с 10 по 23, сделать и оплатить заказ на сумму 1699. Если человек за первые 24 часа после регистрации, да, за первые 24 часа после регистрации сделает заказ, он получит сюрприз. Это набор пробников. Он у меня есть. Он классный. И плюсом ко всему, тут так и написано, с 10 по 23 февраля 2020 года нужно оплатить заказ до 23 февраля. И тогда вот эти вот парфюмерные воды by Valentin Yudashkin, две женские на выбор и одна мужская, достанутся в подарок. И так оно и написано. Получите в подарок с 24 февраля по 15 марта парфюмерную воду от Couturier Yudashkin на выбор. То есть при втором заказе. Тут все нормально написано, тут все нормально указано. И если вы будете хотя бы снимать скриншот, да, с последней странички каталога с сайта, люди уже не будут обмануты, да. То есть они не будут думать, что этот подарок им достанется прямо сейчас, прямо в заказ он им упадет, да. Вот, поэтому нужно обязательно просто быть честными, чтобы не было сюрпризов. Чтобы не было сюрпризов. Вот, то же самое. Следующий каталог, да, у нас с вами получается с 24 февраля по 15 марта дарится парфюмерная вода на выбор. Кстати, обе Ренаты мне нравятся, мне больше нравятся зеленые. То же самое. Сюрприз первые 24 часа. Не знаю, будет набор пробников или нет. И так же тут все это написано, все это указано. И у вас не должно быть проблем с вашими покупателями. Да, реклама вообще вещь классная. Так вот, сейчас на данный момент у нас очень хорошо идет контекстная реклама. Великолепно идет контекстная реклама. И она всегда, в принципе, шла хорошо. Мы ее запускаем просто в свою первую линию. Люди приходят, мы их подписываем на рассылку для зарегистрированных. Все знают, где ее взять. То есть, с людьми там работается. Также мы на почту оповещаем человека. Также с каждым покупателем мы связываемся. Вайбер, WhatsApp, Telegram, где он есть. Там идет, по-моему, два пробника по 50 малые и один пробник порошка. Да, три пробника. Вот. И, значит, дальше что получается? Когда вы отрабатываете человека с рекламы, в принципе, это такой же самый человек, которого бы вы нашли, к примеру, на улице. Или которого бы вы нашли через соцсети, рекрутируя ручными, да, ручным рекрутингом. То есть, это те же самые люди, которые просто тоже хотят, увидели подарок, да, и получили подарок. Контекстная реклама – это реклама через поисковик. Это Яндекс, это Гугл. Таргетированная реклама – это реклама через соцсети. Facebook, Instagram. Вот. То есть, это две разные вещи. То есть, таргетированная реклама – это создание постоянных креатив. Контекстная реклама – это же абсолютно другое. Ну, мы с вами это все уже проходили, марафоны прошли и по таргетингу, и по контекстке. Поэтому приглашаю всех в чат. Кто об этом знает, не знает, да, то есть, приглашаю всех в чат. Конечно же, проект Faberlic Online. Чат ведет мой муж Антон. Он очень хорошо разбирается в рекламе. Действительно, регистраций много. Регистраций много, хорошо. И люди время от времени делают заказы. У меня с Яндекс.Рекламы, я вам честно скажу, активность очень хорошая. 50% идут по стартовой программе и забирают Faberlic Club. Кому-то непонятно. Они все видят мой номер телефона. Они мне звонят, и я с ними общаюсь. Мне не лень. Они мне звонят в Viber, WhatsApp, Telegram. Мне не лень ответить. В любое время дня и ночи, ну, если я, конечно, слышу, да, звонок, бывает такое, что у них на 8 часов больше, там, Дальний Восток или еще что-то. Ну, да, вот Дальнего Востока девушка звонила, у меня глубокая ночь, она мне звонит, да, то есть, ну, что получается. Через своего директора вы попадаете. Если вы на проекте Faberlic Online, через своего директора попадаете, обучаетесь, да. Вот, значит, это, во-первых, да, то есть, тема застряла на 6%. Далее, значит, просто нужно учиться разной рекрутингой, да, то есть, что такое еще таргетинг, да, давайте с вами о нем поговорим еще. То есть, в прошлом каталоге делались наборы, была 1000 рублей скидка, люди приелись, люди не хотят больше заказывать эти наборы, и это нормально, это нормально, вот, потому что рекламировалось, ну, более полутора тысяч человек с нашего проекта по одной и той же тематике, да, вот. И что получается? Получается, что сейчас, на данный момент, нужно создавать другие наборы, допустим, пробуйте другие наборы, да, детские наборы, косметику Glam Team пробуйте, пробуйте уходовые наборы, да, то есть, пробуйте что-то такое, что человеку тоже, как бы, в принципе, приносит пользу. Не обязательно только средства для стирки рекламировать, да, косметику для дома, не обязательно, все время только ее. Это, во-первых, нужно постоянно креативить, да, то есть, таргетинг – это рост с помощью креатив, ярких, красивых. То есть, что я вам рекомендую? Вы делаете, допустим, 20 креатив, запускаете эти 20 креатив, и смотрите, если у вас 100 рублей потратилось с этой креативы, и вы не видите регистрации, не видите результата в эту креативу, отключайте, у вас остается 19. И постоянно старайтесь эти креативы запускать побольше, да, 100 рублей потратилось, отключайте, отключайте, не ждите, что она у вас зайдет, а то у вас бот 1 рега 500 рублей, куда это, куда это, да, то есть, это слишком большой минус, вот, ваш бюджет, вот, поэтому бюджет, конечно, сливать не нужно. Вот, у меня попал набор пробников. А, пропал из заказа, что ли, пропал? Пишите в ОС, может быть, что-то где-то отменяли, перезабивали заказ, и иногда такое может быть. Вот, как найти наш чат? Если вы с проекта Faberlic Online, обращайтесь к своему директору. Вот, так, если вы не с проекта Faberlic Online, то есть чат-бот от компании Faberlic, где на продвинутом уровне обучения учат запускать таргетированную рекламу. Вот, ну и, конечно, по поводу рекламы. Все-таки реклама запускается со страничек, странички должны быть оформлены, должны быть интересными. Олечка, привет, дорогие наши рубиновые директора, на вебинар зашли, очень приятно. Вот, и, значит, смотрим с вами дальше. Понимаете, на одной рекламе, конечно, можно выехать, да, и можно выехать на покупателях на одной рекламе. Можно, есть структуры, есть структуры, которые рекламируются и зарабатывают по 500, 600, 700 тысяч русских рублей. Я не шучу сейчас. То есть они до такой степени привыкли уже работать на рекламе. Фаберлик онлайн. Отлично, Ксюша, отлично. Обращайся к своему директору и запускайся. Вот, проходи обучение и запускайся. Значит, что дальше хочу сказать. Когда люди... Вот, когда же вам сказать бренд? Бренд, в общем, ну, по-русски говоря, важен бренд. Почему? Потому что вы на данный момент не показываете уровень жизни, не показываете ничего. Что случилось у Димы? Дима набрал кучу покупателей, не довел их до стартовой программы. И вообще покупатель – это дело временное. То есть, что выходит? Значит, Дима просто не понимает сейчас суть связи. Вот почему он застрял на 6%. Не понимает суть связи того, что нужно вести бренд, нужно искать еще и лидеров, свою структуру, свою команду. Одно дело, ты набрал кучу покупателей. Да, можно расти, можно работать, можно развиваться. Но это найм. Это постоянный найм. Это постоянная работа с людьми. И постоянно людей нужно набирать новых. Потому что сейчас конкуренция на покупку огромная. Конкуренция на покупку просто зашкаливает. То есть, человек может зайти, он может куда угодно зайти, куда угодно купить. И, конечно, он хочет все это получить как можно выгоднее. Вот. Нужно искать бизнес-партнеров все-таки, свою команду, которые у вас будут зарабатывать деньги. Как на 6% вообще найти бизнес-партнеров? Нужно научиться делать свой бренд. Нужно научиться быть красивыми. Нужно научиться не красивыми, в смысле, что, да, вести страничку красиво, чтобы бренд у вас был вкусный. Да. То есть, вот это намного сложнее. Тут надо включать логику. Тут надо включать дело. И надо обязательно понимать, что бренд – это и поздравление команды. Да. То есть, завпечатлеть их в вечных сторисах обязательно, чтобы люди видели. Что делать, если у вас нет команды? У нас есть канал I Love Faberlic на проекте Faberlic Online. И на этом канале мы поздравляем реальных людей, которые… У меня тут смешано 3 помады. 3 помады, 3 новинки, которые я еще не сняла на YouTube. И на этом канале есть, получается, поздравления, да, с процентными уровнями. Высокие статусы, высокие ранги. И вот как раз эти картинки можно брать, их запускать в сторис и потом делать их в вечные сторисы. Во-вторых, нужно вести бренд, сходить на фотосессию, снимать какие-либо видеоролики, подписаться на лидеров высоких рангов с нашего проекта и смотреть, как они ведут свой бренд, что у них получается. Ну и в-третьих, конечно, делать новые креативы обязательно. Рекрутинг – это наше все. На 6% я советую только рекрутировать. Бренд, он развьется у вас, может быть, за год, за полтора. Вот. И это нормальная статистика, когда люди начинают запускать свой бренд и плюют на 3-2 месяц. Так вот он на 3-2 месяц только еще начинает идти, если все-таки он делается качественно, да. Глупый бренд, недобренд, да, как я его называю, приходите, регистрируйтесь, у нас тут хорошая продукция, у нас тут все хорошо, регистрируйтесь, давайте, давайте. Это абсолютно не то. Нужно показать именно образ жизни с Фаберлик, ездить на все мероприятия, показывать богатых людей, не бояться ничего, да, то есть не пиарить других людей, да, а именно пиарить результат проекта, результат компании, азы компании, да. То есть то, что, допустим, компания 20 лет на рынке, да, и пережила не один кризис, 23 года, да, это тоже нужно понимать. Да, Оль, бренд, дело не быстрое, но все-таки, но все-таки его нужно начинать вести любому, кто хочет быть выше уровня директора, да. То есть вы можете сейчас просто для себя решить, в компании Фаберлик много видов дохода, да, вы можете продавать по каталогу, но это совсем как бы, да, вы можете заниматься рекламой и набирать кучу покупателей, свою структуру, свою команду, и действительно, да, вы будете постоянно держать руку на пульсе, постоянно делать креативы, постоянно запускаться, и вы действительно можете зарабатывать 600-700 тысяч, и на рекламу тратить тысяч, так, 15-10, да. То есть это реально, я вам говорю, что это реально, но если вы хотите стабильную, крепкую структуру, которая будет расти сама без вас, это только бренд и поиск лидеров, только бренд и поиск лидеров. Не должно так быть, что вы не хотите одного, а делаете другое, и от других действий ненужных ждете то, что есть у лидеров высоких рангов, да. То есть смотрите, у меня по итогам прошлого каталога 27 директоров первой линии наоткрывалось, да, то есть партнер это 24 директора, а 27 директоров это уже, ну, я уже иду к генеральному партнеру, да, можно сказать, на 30 бриллиантов первой линии. Вот, и что я вам хочу сказать, да, сейчас на данный момент, люди, люди, которые открыли статус директора в моей команде, они абсолютно самостоятельные. Вот эту же взять, в пример, Олечку Дубягу, да, семью Дубяг, они открыли, моя мелочь уснула, Аня, у тебя хороший голос, бай-бай, засыпай. Оля, это комплимент или как? Под меня больше никто не уснул, ребят, или я правда нудная? Вот, статус 15-19, тоже хромает рекрутинг лидеров и бренда, тоже это же самое, все, кто застрял на каком-либо уровне, это, скорее всего, не хватает качественного бренда, это не хватает, а, ну, вот, кстати, хотела сказать про Дубяг, да, то есть вот Ольга Дубяга, она по итогам прошлого периода открыла уровень рубинового директора, это 4 директора под нею, и под нею уже есть серебряные директора и так далее. Если бы Ольга рекламировалась только на рекламу, нет, малыши тебя любят, да, передавай им привет всем-всем от меня, если бы малыш, малыши, да, если бы Оля занималась бы всеми, да, покупателями и так далее сама, ну, она бы, конечно, сошла с ума, да, вы это должны понимать сейчас, что это огромный объем людей, это рубиновая структура, да, Оль, сколько, примерно, в твоей команде человек, потому что интернет, через интернет, это, конечно, холод, процент активности, если будет 50-40 процентов, это уже хороший процент активности, да, потому что люди приходят к нам с интернета, с разных стран, городов и не всегда нам доверяют, да, то есть, потому что онлайн бизнес очень сильно попортили пирамидчики, вот, поэтому, а сейчас, на данный момент, понимаем одно, то, что смеются, я вас обожаю, ага, вижу, разом пачка такая комментариев пришла, ага, спасибо вам, я вас тоже обожаю, растите, зарабатывайте, вот, и что получается, у Оли 4 лидера есть в первой линии, да, в ветках 4 лидера, да, вот, видите, 7 тысяч человек, ну, нереально самой их отработать, вот, этот ответ от Оли ждала, и у Оли 4 лидера, которые самостоятельно работают со своей командой, а Оля их просто направляет, как работать, когда они научатся полностью целиком работать со своей командой, вести им планерки и так далее, а Оля уже полностью будет понимать, что она готова отдать свое время другим своим самостоятельным будущим, да, лидерам, конечно, нереально, поэтому то же самое у меня произошло с Олей когда-то, да, то есть Оля сначала обучалась, обучалась у меня, потом она сама растет, сама развивается, и я уже ей не помогаю, а денежку с Олей получаю, понимаете, то есть вот, чтобы у вас так было, чтобы у вас так было, вот живой пример, да, ой, спасибо, что прям зашла, чтобы у вас так было, это, конечно, бренд, это поиск лидеров, это предложение на бизнес, это продажа идей бизнеса, а не продажа продукции, понимаете? На наше обучение нельзя, потому что у нас и так очень много людей на обучении, мы со своими людьми даже не успеваем, поэтому нельзя, действительно, нет, девочки, мальчики, эфир приостановлен. Компания Фаберлик запустила очень качественное обучение по таргетингу, почему вы на него не идете? Почему вы на него не идете? Очень качественный онлайн-бот, о котором я пищу и кричу на лево и направо уже целый месяц. У нас это обучение дано нашей структуре, нашей команде по инстаграму. Почему вы туда не идете? Скажите мне, пожалуйста, почему наши обучаются там, а вы не хотите там обучаться, и вам кажется, что у нас лучше? У нас ничем не лучше. Мы год ждали. Где его найти? Так, дорогие мои, значит, тут я вам его никак не скину. Слушайте, а как мне его вам вообще передать? В общем, пишите в ЛС, я вам вышлю это обучение. Я вам говорю, что оно крутое. Сначала вы начинаете с Азов, где там Азаренок вам все будет рассказывать, очень крутой спикер, да, я думаю, ее рекламу вы видели. И потом уже на продвинутое обучение уходите туда дальше и глубже. Как казахстанцам можно попасть на обучение? Обычно обучение идет в онлайн-боте, без разницы, в какой вы стране находитесь. Обучение бесплатное именно от компании Фаберлик. Там тоже идет таргетинг. А где искать это обучение? Так, пишите мне в директ, я буду вам высылать всем. Так, запишу себе. Обучение в любое время дня и ночи через бот. Потому что действительно мы даем это своей структуре, своей команде. А вы почему не даете это своей структуре, своей команде и сами еще не прошли до сих пор? Как-то вот я не понимаю. Слышала информации, много озаренок в Ютубе, смотрела. Да, да, да. Я прохожу в Телеграме. Вот, огромные молодцы. Огромные молодцы. Просто сейчас я даже не знаю, как вам это все дать передать, потому что тут ссылки не активны. Получается, я вам это все не дам. Вот, поэтому пишите, наверное, в ЛС. В ЛС активны ссылки. Наши директора об этом не заботятся. Понимаете, директора, они могут упасть в точку доступа комфорта. И с одной стороны, директоров можно за это поругать. Да, 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 через чат Телеграм можно за это поругать директоров и все такое прочее. Но, с другой стороны, ваши директора не один рядом с вами в банкомате при съеме денег ваших, да, с вашего электромера стоять не будут. Вот, когда вы идете в банкомат, снимаете денежки, или они вам падают на карточку, ваш директор не просит с вами поделиться вашими деньгами, да, то есть ваши деньги вы зарабатываете сами, свой кошелек. Поэтому, прежде чем попрекать своего директора, вы просто зайдите на сайт компании Фаберлик, в раздел новости, и прочитайте все новости, и читайте эти новости хотя бы раз в три дня, и вы будете в курсе событий огромного количества обучений. Вот мы сейчас, когда заходим в раздел обучения, там очень много объявлений о том, что такой прямой эфир, такой прямой эфир, прямой эфир по Деннессу, прямой эфир, как вести страничку Инстаграм, прямой эфир, как настроить продажи хорошие, да, в Инстаграм и так далее, и так далее. Огромное количество прямых эфиров, и мы даже свои эфиры сейчас не можем вставить из-за огромного количества эфиров от компании Фаберлик. Вот сегодня проходило два эфира. Кто на них был? Вот порадуйте меня, пожалуйста. Напишите мне слово «я» в чат, кто был на обоих прямых обучающих эфирах. Вебинары тоже есть, прямые эфиры тоже есть, на Ютубе есть группы, созданные по специальному обучению. Почему вы туда не идете и не ведете туда свою команду? Почему вам кажется, что сейчас обучение тренажеры можно купить? Да, вопрос, какой ты наставник, да, можно купить. Смотрите, у меня какая кружечка. Все, что можно представить, можно осуществить, мои дорогие. Поэтому на наставников, если надеяться на наставников, да, то, знаете, есть такая гифка «Большая кошка сидит на маленькой черепашке». Черепашка с горем пополам передвигается, передвигается, да. То же самое, когда команда садится сверху на директора и свешивает ножки и едет, то это как бы, ну, не смешно, да. Вы должны понимать, что вы пришли для себя, ой, Ириночка, умница огромная, для себя, для своего бизнеса. Вы пришли его строить для того, чтобы ваша семья была здорова, успешна, богата, чтобы вы жили в своем доме или квартире, чтобы вы путешествовали со всей семьей вместе. Вы для себя пришли, понимаете. Наставник, я не поверю ни за что, что наставник вообще вам ничем не помогает. Может быть, этот наставник просто покупать, или вы под него попали, или тогда обращайтесь к своему директору. Если ваш директор уже сказал, мне хватит, я ухожу, там я больше не буду работать, по той простой причине, что ему хватит денег, то это не значит, что вам должно их хватать. Вы можете, допустим, открыть статус рубинового директора, а над вами будет обычный директор. И это нормальная практика. Такое у нас вообще очень хорошо практикуется, и очень много таких людей, которые превосходят своих наставников по статусу и по званию. И это нормально. Не надо ждать кого-то. Делайте свою жизнь сами. Молодость одна. Жизнь одна. Ну что ж, про бренд мы с вами поговорили. Как еще, да, то есть, что хочется Диме на 6% посоветовать, это, конечно, огромное количество рекрутинга. Вот сейчас на данный момент рекрутировать можно различными способами. Как даже вам сказать, да, то есть, у нас с вами идет, ну вот, к примеру, на проекте Faberlic Online, да, есть векторы. Есть векторы по обучению, то есть, научок приходит, сначала проходит первый этап обучения, знакомится маркетинг-планом, за что платят и так далее. Да легко ли нам маркетинг-план учить, легко можно обойти. Да, 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 нужно обязательно себя спрашивать, что я сам для себя сделал. Не надо требовать с наставника свой статус. Спросите, что я для себя сделал. Вот прям верно. Смотрите, как легко научиться делать ЛО 100 баллов, да, чтобы быть вип-консультантом. Как рекрутировать по теплому кругу онлайн и оффлайн, да, вот можно научиться. Ручной рекрутинг в Катакте, ручной рекрутинг в Одноклассниках, ручной рекрутинг в Фейсбук. Далее рекрутинг по доскам объявлений. Далее идет продвинутое у нас обучение. Да, я прям подсматриваю, сижу в чате. Автоматизация ВКонтакте в Одноклассниках, видеоблогер. Далее, значит, реклама через Фейсбук, Инстаграм, реклама через Гугл, Яндекс. И для всех лидеров с 600 баллов, как правильно информирует структуру, как правильно отрабатывает структуру. То есть на этом обучении можно быстро стать директором. Вот, но некоторые люди привыкли как бы винить кого-то в своих неудачах, но на самом деле мы сами свои, мы сами для себя, и мы сами должны болеть и переживать за свою семью. Не должно быть такого. Мне завтра придут книжки по маркетинг-плану, да. Завтра мне придут книжечки. То есть смотрите, ну вот как вот лидер открыл, допустим, рубиновый директор, да. У него шесть веточек, четыре веточки директорские, да. И кто-то в этой из директорских веточек, да, кто-то, да, один человек может отстроить себе шесть директоров. И снизу под рубином может быть бриллиантовый директор. Это все легко и просто. Понимаете, это в пирамиде макушка получает больше. В пирамиде. У нас не пирамида. У нас честный легальный официальный бизнес. У нас честные легальные официальные доходы. То есть у нас наставник может зарабатывать меньше, чем его лидер снизу. И то же самое. Не обязательно наставник получает больше. Не обязательно. Этого вам нигде в маркетинг-плане компании Фаберлик вам нигде этого не написано, вы с чего взяли, что это нельзя сделать. Это можно сделать и легко, и у нас на проекте это очень сильно практикуется. Вот, например, пришли к нам в структуру Валентина Андрея Зеленковой. Они открыли сейчас старшего национального директора, но до этого национального директора открыла АЛУА, а они были элитными. Элитный директор – это 9 директоров, а национальный директор – это 12 директоров. То есть АЛУА их обогнала, да, и девушка снизу, да, АЛУА Кабдулина, которая над Зеленковыми, она 12 директоров открыла, а у Зеленковых было 9. Сейчас у Зеленковых, да, больше директоров, чем у АЛУА, потому что они это все нагнали дело, да. Вот, поэтому не надо никогда думать, что вы не имеете права больше наставника своего зарабатывать и так далее. Это, ну, вообще, как бы эти мысли ни о чем. Вы живете сами для себя, и вы должны зарабатывать столько, сколько вам надо, столько, сколько вы хотите. Так, слышала такое выражение, что люди через таргет регистрируются, но бывает очень много пустых рек. Получается, что этот таргет не выгоден. Так, таргетированная реклама – это ледяная реклама, да, это через интернет, да, мы рекламируемся с помощью креатив красивых реклам. Привет, Танюша. И что у нас получается? То есть, статистика очень хорошая, если каждый пятый делает у вас заказ. То есть, со 100 регистраций, со 100 регистраций у вас получается, я вообще вам говорю хорошую статистику, да, со 100 регистраций делим на 5-20 человек, если сделали заказ, то у вас все хорошо. Поэтому, как бы, смотрите, ориентируйтесь на статистику, ну, допустим, хотя бы нашу. Да, вообще не важно, кто над нами, главное, что под нами происходит, потому что мы в ответе за тех, кто под нами. Это реально так, да. Да, да, потому что вот как я становилась лидером? Я смотрела вообще лидеров различных высоких рангов, различных сетевых компаний, да, и когда я смотрела, допустим, лидера 15% на ютубе, я видела неуверенность, я видела еще неосмысленность, я видела, что он делает ошибки очень грубые в построении и учит этим ошибкам свою команду. Если я смотрю, допустим, лидера, у которого там от трех директоров и больше, у них уже опыт другой, они дают другие советы, у них другая уверенность, у них очень сильный природный магнетизм, потому что они уже все, они сели дома, они при свободном графике, они получают свои деньги. Да, понимаете сами. Две разных категории. Смотрела я вебинар пирамидчика, настоящего пирамидчика, вот мне интересно, да, я хотя и не психолог, но почему-то вот в людях люблю поразбираться, посидеть, мне это интересно. Что такое, кто такой пирамидчик? Глаза бегают, он туда-сюда, он сам в этом ни в чем не уверен, и ты уже понимаешь, что ага, да, то есть сейчас какая-то вот пирамида бушует в Казахстане, да, все вы знаете, что-то типа нашего бывшего кэшбери, да, слава богу, кэшбери ушел. Вы директора за сколько времени открыли? Я открыла за 4 месяца, с момента регистрации, это 6 каталогов. Старшего директора я открыла где-то за 5 месяцев. Я долго открывала, я пришла в компанию 5 лет, я не знала, что есть реклама. Вы требуете у новичка, чтобы делать 50 баллов? Нет, я не требую, это его выбор. У нас есть фильтры, мы выставляем фильтры. Понимаете, если новичок не будет уметь делать баллы, у новичка, у новичка, если новичок не будет уметь делать баллы, он не будет знать продукты, он не будет знать, как научить свою команду, свою структуру. и обычно те, кто делают маленькие заказы, я вам честно скажу, у них у всех 10-15 баллов самих заказов, и у всех по структуре. И то есть, такому человеку, я не знаю, вот смотри, по идее, директор это 60 человек по 50 баллов, но кто-то умудряется выходить на статус директора, и у него в команде 2000 человек, которые, извините, меня делают там по 5-10 баллов. Это намного тяжелее даже работать, и намного тяжелее, какая-то штучка посерединке, и намного тяжелее развиваться с такой структурой. Если человек сам не умеет, у него и структура медленно идет. Ну, таргет это конвейер. Таргет это конвейер, это равно конвейер. Вот. Значит, далее. Поэтому, кто застрял на уровне, конечно, обязательно бренд, обязательно развитие себя, обязательно пиар, пиар, жесткий пиар всего на свете, и причем, чтобы он был качественный, то есть пиарить себя нужно обязательно, и качественно, да, то есть вы, когда смотрите, к примеру, вот на меня, да, я очень мало, очень мало вообще хвастаюсь чем-либо, да, потому что люди уже, как бы со мной более-менее знакомы, у меня вообще-то, по идее, развит хорошо YouTube канал. Да, и я очень много веду вебинаров, эфиров, планерок, да, то есть мне не обязательно в постах себя пиарить, но если вы ничего этого не делаете, да, не ведете вебинаров, планерок, не рассказываете, что к чему и как, то у вас, извините меня, тогда ничего и нет, и как к вам пойдут лидеры? Вот как вы думаете, кого выберет лидер? Человеку, у которого одни картинки по продукту, в ленте, да, и полуразмазанные фотографии, или он пойдет к человеку, который на постоянной основе постит себя, прямые эфиры, и образ жизни с фаберлик, и вообще к себе не зовет. Просто поразмыслите, просто вот вам пища для размышления, на ночь глядя. Да, вот, почему такое бывает? Почему, допустим, я никого агрессивно не зову, и ко мне идут люди, а кто-то агрессивно зовет, рекрутирует, весь прямо старается, весь прямо не может, и к нему никто не идет. Понимаете? Почему? Да потому что слишком агрессивная реклама, это минус, минус в рост, и никому вы не будете интересны, потому что людей нужно, ну вот тут, понимаете, еще такое есть, что недоверие, недоверие людей к сетевому маркетингу, потому что пирамидчики нам попортили, то есть репутацию. Тут получается, что вы должны с помощью заинтересовать себя собой, человека, после того, как вы собой чем-то заинтересуете, то есть вы интересная личность, вы развиваетесь не только в сфере сетевого маркетинга, вы что-то еще делаете, к примеру, вяжете, или ходите в бассейн, или занимаетесь спортом, то есть делаете прически, да все что угодно, то есть на футбол ходите, то есть собираете свою целевую аудиторию, и потихоньку вы приучаете человека и к себе, и к компании Фаберлик, то есть в сторисах можно показать, что я мою голову этим шампунем, я пользуюсь этим дезодорантом, я мою полы этим средством, это все можно показывать, это все нужно показывать, но сам образ жизни с компанией Фаберлик, это, конечно, абсолютно другой новый уровень, когда вы можете при свободном графике, с карьерным ростом быть свободным, да, то есть вот как вот, допустим, это же Ольга Дубяга, да, что она показывает, она показывает, что она гуляет там, она гуляет тут, вот подпишитесь на нее, да, Ольчика, помаши ручкой, если ты еще не ушла с прямого эфира, она рассказывает, что она свободна, она не работает по найму, она водит своих детей сама в кружок, она сама уводит, забирает из сатика, она захочет кушать, приготовить, она захочет, планерку пройдет, она работает в то время, когда ей удобно, в то время, когда ей нужно, да, и то есть вот даже посидев на страничке у Оли, да, пару недель, вы поймете, что такое бренд, и как его вести, к примеру, так, Анна, я вот сторизы часто снимаю о продукции, какую я приобрела, но как бы обзор короткий, и я замечаю, что просмотры уменьшаются, что посоветуете, или у вас трясется рука, или вы слишком нудно, невнятно разговариваете, что у вас неинтересно слушать, или у вас плохое качество, или вид вокруг не особо, или освещение плохое, то есть, да, у меня хорошие просмотры по продукту, потому что, когда я говорю, задайте мне вопросы, мне задают вопрос, да, сами понимаете, мне задают вопрос, я на него отвечаю в сторисах, то есть получается, круговорот, вопрос-ответ, вопрос-ответ, и я в сторисах всегда говорю, что вот так, так и так, мне вот это понравилось, и люди уже мне доверяют, но когда-то было все наоборот, в самом начале, В самом начале, конечно, было сложно, и я вам честно слово говорю, было очень сложно, народ у меня абсолютно не шел в инстаграм на обзоры. У меня обзоры очень хорошо шли на ютубе, и очень много людей, грубо говоря, я уже пережила очень много блогеров, честно вам скажу. Сначала у меня было 100-200 просмотров на ютубе, я им радовалась, 7-8, потом 100-200, потом 500-600. Я радовалась, да, сейчас уже там за 10 тысяч просмотров постоянно, и люди с ютуба подписываются на мой инстаграм, люди с инстаграма подписываются на мой ютуб, то есть такой обмен людьми получается, да, круговорот, и им полезно узнать о продукте, и мне полезно, и, конечно, люди смотрят, лайкают, комментируют, все это дело поднимается потихоньку вверх-вверх, год за годом, очень много ютуберов с ютуба слилось, да, то есть, грубо говоря, перестали делать по каким-либо причинам, или лень, или еще что-то, или не увидели, как бы выхлопа с этого, да, то есть, или делали не от души, и на них не захотели подписываться, очень много причин, почему обзоры могут не пойти, но когда начался обмен подписчиками, это спустя 3 года я снимала, все это 3 года, да, спустя где-то это время, люди начали смотреть мои сторисы и спрашивать меня по продукту, да, то есть, ну я много продукта, я не пащу никогда в сторисах, да, то есть в сторисах нужно в большей степени постить образ жизни с Фаберлик, да, одно дело, когда вы показываете себя, да, и в красивой формочке вы что-то испекли от компании Фаберлик, да, другое дело, когда вы показываете эту формочку и говорите купите, купите у меня, купите, купите, То есть я никогда не предлагаю покупки, я не люблю торговать, я всегда рассказываю, допустим, всем, что я не продаю, и это правда. Я не продаю, это правда, и все равно ко мне приходят покупатели, и все равно они у меня просят что-то им продать. Понимаете, но этому тоже нужно учиться, это тоже нужно уметь, и это современный подход к людям. Особенно меня очень сильно прикалывают спамеры. Мы тоже спамеры, мы тоже все спамеры, поэтому спам я никогда не ругала, и ругать не буду, и плохо о нем говорить я не буду. Потому что реклама по телеку, спам, баннеры, спам, написание в личку, спам, везде все спам. Когда мне пишут люди, которые предлагают автоматизацию бизнеса, купить в них, они не пишут в ЛС предложение. Это спам, ребята, он всегда будет работать. Поэтому не стесняйтесь, спешите, и даже не думайте о том, что это плохо. Я вам клянусь, потому что сами ярые противники спама спамят больше в два раза вас. Мне кажется, плохо говорят о спаме те, кто хочет убрать других спамеров, чтобы самим побольше поспамить. Вот у меня прям такое впечатление создалось. Но сейчас она пришла и будет пользоваться, потому что самый чистый состав у порошков. Ну, понятно, Германия, в Германии фосфаты запрещены, понятно, у нас качественные порошки. Тут я тут внимательно слушаю. Ну, вот подпишитесь даже Ольгу Дубягу, да, то есть вот девчонки, пройдите, подпишитесь. Она вообще классно бренд ведет. Мне еще до нее далеко, потому что я лентяйка. Так, привет, привет. Так, что покупаете про запас на случай, продаете прямо сейчас. У меня такого нет. У меня есть продукции некоторые, да, в запасниках, к примеру, там, порошок, там, еще что-то. Ну, по идее, продажа, прямая продажа запрещена компанией Фаберлик, если я покупаю и дома там храню продукцию на продажу. Это, ну, по идее, запрещено. Но ко мне приходят друзья, соседи, знакомые, видят, когда Антон с коробками, да, пробегает, или я сторис выгружаю, они все на меня подписаны. Они приходят, говорят, Анют, можно вот это посмотреть, вот это посмотреть. Они могут примерить мои вещи, прикинуть на себя и заказать у меня свой размер. Это бывает очень часто. Очень часто бывает. И говорю, давайте зарегистрирую. Некоторые не хотят регистрироваться. Привет, привет всем. У нас уже конец прямого эфира. Ребят, скажите, пожалуйста, ответила ли я на ваш вопрос, вот то, что лидер застрял на 6%. Все ли вам понятно, мои дорогие? Чтобы завтра уже к этой теме не возвращаться, а на другие ваши вопросы ответить. Вопросов очень много. Спасибо огромное. О, все, прямой эфир заканчивается. Всем пока-пока. Всех целую. Сейчас меня выкинет. А остальные вопросы, дорогие мои, в директ задавайте. Я в директе есть. Субтитры сделал DimaTorzok